Память о погибших почти неравнодушные химчане. Возле памятника жертвам Беслана собрались школьники, учителя, представители духовенства и депутаты Валентин Герасимов и Наталья Коныгина. Они возложили цветы к первому в Подмосковье памятнику жертвам терактов. Чувство сострадания, чувство боли и чувство ответственности за свою Родину – это, наверное, очень важные качества, которые нужно привить нашему подрастающему поколению. Но это не высокие слова. Мы говорим о том, что не забывая прошлое, мы сохраняем будущее. Это важно. Важно для тех детей, которые сегодня стояли на этом митинге. Важно, чтобы они знали и никогда не допустили подобного. Более тысячи заложников почти три дня без воды и еды лицом к лицу с террористами. Взрыв, штурм, расстрел в спину. Большинство из погибших – женщины и дети. Чем дольше люди будут помнить, тем больше у нас шансов предотвратить всевозможные дальнейшие террористические акты. В принципе, это бессмертная память. В этот день святые в Химках возложили к памятнику воинам подразделения специального назначения погибших в локальных конфликтах и войнах. Жертвами трагедии в Беслане стали 10 бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые с собой закрыли детей от пуль боевиков. Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого. Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки-ТВ.